29 сентября Совет Безопасности ООН обсудит эскалацию конфликтов на Горном Карабахе. Инициаторами экстренной встречи выступили Великобритания, Германия, Франция и Бельгия. Заседание пройдёт в закрытом очном формате. По мнению политического аналитика телеканала TRT World, Турана Гафарлы, итоги встречи могут быть разными. Наиболее реалистичным сценарием развития событий может стать призыв к прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. Также Совет Безопасности ООН может потребовать от Армении выполнения четырёх резолюций, принятых в начале 1990-х годов. Израильский политолог и специалист по международному праву Михаил Финкель отмечает, что международное право на стороне Баку. И итог любых обсуждений, сложившейся в Карабахе ситуации, обернётся в пользу Азербайджана. В преддверии обсуждения этого вопроса в ООН очень важно понимать, что Азербайджан вообще не о чём беспокоиться. И любое голосование, которое может быть по этому вопросу, любое обсуждение, которое будет по этому вопросу, оно будет обязательно с пользой для Азербайджана. Это будет и позиция почти всех государств мира, это будет и юридический анализ ситуации. Ранее по инициативе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша состоялась встреча в формате видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства проинформировал о ходе событий в связи с совершённой военной провокацией Армении против Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, требующих немедленного, безоговорочного и полного вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий. Напомним, что в связи с эскалацией Нагорно-Карабахского конфликта генсек ООН Антонио Гутерриш призвал стороны приостановить военные действия и вернуться за стол переговоров.